Это мы сейчас пытаемся создать правильную связь с плечевым поясом. Мы стараемся выровнять плечи так, как будто у нас есть булавочки, нас что-то соединяет ниточкой, два плеча. Так, как будто на шарнирах у куклы, как будто бы просто вставлено на штырь, и вот так ходит рука. Это, собственно, то, что мы должны делать. Поэтому, когда у нас плечи падают, оседают, мы теряем подвижность суставную. Это очень важно при выполнении чатуранги, а также при выполнении собаки мордой вверх. И это важно при переходе в собаку мордой вниз. Положение не должно меняться. Надо, чтобы плечи были широкими. Давайте я продемонстрирую. Когда мы уходим в чатурангу, переходим собаку мордой вверх. И так же, когда мы делаем брыжок вперед, все равно движение положения плечи остается какими-то. Сейчас я покажу типичные ошибки, которые я заметил у вас. Одна из них это вот такая, такое положение чатуранги. Вот это положение правильное. Вот это не совсем. Не обязательно вот так вытягиваться. Презмерно. Вот это правильное положение собаки мордой вниз. Мы сейчас постараемся поработать над всеми этими позами. На данном этапе какие-то вопросы у кого-то возникли? А мы сейчас разбирать будем, если мы не понимаем, что это позициями не дает. Но я думаю, что мы будем говорить об этом. Мы сейчас тут все подробно разберем. И мы будем выбрать примеры. Давайте приемлемо такое положение. Спасибо за просмотр!